Иск о признании незаконным отказа в регистрации Ивана Камилова кандидатом в депутаты отклонен. Об этом сообщила пресс-служба Градского суда. Севастопольский общественник пытался обжаловать решение, которое ранее приняла территориальная избирательная комиссия Гагаринского района, не допустить его в борьбу за парламентский мандат. По словам руководителя местного отделения партии Родина Ивана Камилова, сейчас он займется детальным изучением вынесенного решения и рассмотрит возможность подачи апелляции. При этом при всем ни у одного другого кандидата никаких нарушений избирательными комиссиями установлено не было. И я предполагаю, что возможно мы даже откажемся от подачи апелляционной жалобы и пусть избирательность применения законодательства останется на совести городской избирательной комиссии. Иван Камилов подчеркнул, сейчас местное отделение партии Родина сосредоточит свои усилия на выборах в Советы Ленинского и Гагарина. Я уверен, что наша команда достойно представит партию Родина на выборах в муниципальные органы власти и получит поддержку севастопольцев. С точки зрения председателя севастопольского отделения партии Родина, причиной отказа послужило расхождение федерального законодательства с региональным. Противоречие федерального закона и нашего субъектового закона, определяющего процедуру проведения выборов, а также бездействие тех органов, которые могли бы эту коллизию исправить, в частности законодательного собрания, избирательной комиссии, которая не удосужилась даже принять постановления, в которые были бы внесены изменения, привели вот к такому вот результату. Напомним, 31 июля завершилась регистрация кандидатов для участия в выборах депутата законодательного собрания Севастополя по мажоритарному округу номер 2. В Гагаринском районе удостоверение кандидатов получили 7 человек. В регистрации отказали Ивану Камилову, главе севастопольского отделения непарламентской партии Родина. Для участия в выборах он представил в территориальную избирательную комиссию 1255 подписей жителей своего округа, 1145 из которых члены избиркома признали недействительными, ссылаясь на федеральное законодательство.